ОСЕРИИС РЕКС Обнаружил на астероиде Бенну признаки существования воды. Астрономия космонавтика 14 часов 23 минуты 11 декабря. 2018 сложность 3,1. ОСЕРИИС РЕКС Обнаружил на астероиде Бенну признаки существования воды. Изображение астероида Бенну, составленное из 12 кадров, полученных бортовой камерой поликом станции. ОСЕРИИС РЕКС 2 декабря 2018 года села расстояние 24 километра. НАСА-СЛАШ-КАДДОД-СЛАШ-ЮНИВЕРСИТИ АВАРИЗОНА Космический аппарат. ОСЕРИИС РЕКС Обнаружил в поверхностном слое астероида Бенну признаки существования минералов, которые в прошлом контактировали с жидкой водой. Кроме того, снимки, полученные станцией, помогли уточнить модель астероида и показали крупную скалу вблизи Южного полюса, сообщается на сайте миссии. Автоматическая межпланетная станция ОСЕРИИС РЕКС Была запущена в космос 8 сентября 2016 года. Целью миссии стал 500-метровый околоземный астероид, 101-1955, Бенну, суммарно она продлится около 7 лет. Бенну входит в группу Аполлонов и относится к углеродным астероидам спектрального классов, изучение подобных объектов может дать важную информацию о формировании и эволюции Солнечной системы. Кроме того, считается, что богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, могут быть ответственны за поставку аминокислот и воды на молодую Землю. По мере приближения аппарата к астероиду вначале стали видны первые намеки на форму астероида, а вскоре и детали поверхности, оказалось, что Бенну похож на астероид, 162-173 Юлюгу, который сейчас изучает автоматическая станция Хаябуса-2. После прибытия к Бенну, которая состоялась 3 декабря, при помощи спектрометров, начал изучение состава грунта астероида. Данные, собранные инструментами, показали наличие молекул гидроксильной группы в поверхностном слое Бенну, что говорит о том, что многие из минералов, составляющих его, в прошлом могли взаимодействовать с жидкой водой. Возможно, это происходило в гораздо большем по размеру астероиде, частью которого может быть сам Бенну. Помимо изучения состава грунта, станция получила множество снимков поверхности Бенну при помощи оптической системы АКАМС, которые подтвердили и уточнили компьютерную модель астероида, разработанную еще в 2013 году научной группой миссии под руководством Майкла Нолана. Майкл Нолан. Поверхность Бенну представляет собой сочетание областей, заполненных валунами различных размеров, и относительно ровных, с малым количеством скал. Тем не менее, количество валунов на поверхности выше, чем ожидалось, а вблизи южного полюса астероида находится огромная скала, имеющая ширину 55 метров и высоту 50 метров. Трехмерная модель астероида Бенну по состоянию на ноябрь 2018 года. NASA.Coddard.University of Arizona. Поделиться в ближайшее время станция определит массу астероида, а также опробует свой лидар. По плану научная программа миссии продлится около двух лет. За это время станция будет исследовать с орбиты состав астероида и его структуру, а также измерять эффект Ярковского, который может влиять на орбиты околоземных астероидов. После изучения астероида. O-Series Rex. С помощью специального манипулятора соберет образец грунта. Во время контакта инструмент обдует астероид азотом и поднимет с поверхности пыли фрагменты породы. Всего около 60 граммов. После сбора грунта в марте 2021 года космический аппарат отправится обратно. Ожидается, что. O-Series Rex. Сбросит на Землю капсулу с грунтом в сентябре 2023 года. Узнайте, как хорошо вы разбираетесь в астероидах, пройдите наш тест строительный мусор Солнечной системы. Александр Войтюк.